Привет, друзья! Мы очень долго оттягивали обзор на этот смартфон. Все дело в том, что, знаете, вы ждете обновления, ждете, когда что-то исправят, для того, чтобы наконец сказать, вот он, классный гаджет, но этого, к сожалению, не происходит. И это, опять-таки, это будет опыт использования этого смартфона, ведь в интернете вы посмотрите кучу обзоров стандартных, и, знаете, по стандартным ТТХ, по стандартным вот тем данным, которые у нас есть, однозначно гаджет супер, как за свои деньги. Но у него недостатки есть. И этот смартфон нам, кстати, предоставил магазин, я надеюсь, он не обидится за это видео. Но вы знаете принцип нашего канала, правда и только правда. Иногда очень субъективная, но я думаю, что многим это поможет посмотреть на какой-либо смартфон с другой стороны. И помните, друзья, что у нас есть ресурс сайт синтетики, где вы можете отслеживать цены как в Китае, так и в местных магазинах, Россия или Украина. И, что самое главное, помимо сайта синтетики, у нас есть группы Telegram, где мы дополнительно постим флеш-новости. Знаете, появляется скидочка, вот как недавно Redmi Note 9S за 170 долларов продавался. Быстренько кинули туда скидочку, и я знаю, что многие приобрели этот смартфон. И знаете, я уверен, многие меня обвинят в кликбейте, в названии, ну вы понимаете, Redmi Note 9S, вот именно этот смартфон является его настоящим прототипом, его продолжением. Ведь Redmi Note 9S на данный момент, в 2020 году, у нас не с самым лучшим дисплеем. Отсутствие NFC, да и цена достаточно высокая. Ведь чего мы ждем от Redmi Note серии всегда? Крутое железо, хорошая камера, хороший дисплей, более-менее хороший дисплей. Ну и самое главное, что в 2020 году все хотят NFC. А вы этого не получите в Redmi Note 9S, и при этом всем учтите, там цена просто-напросто завышена. Да и дисплей не самого лучшего качества, и сейчас компания Realme, когда заходит на наши рынки, блин, меня тупо обвиняют в том, что я продался Realme, друзья, не продался. Вы сегодня после этого обзора поймете, что у меня есть претензии к этому смартфону, но вот то, как BBK сейчас заходит на наши рынки, блин, запомните мои слова, этот смартфон становится настоящим народным королем. Не просто очередным топом за свои деньги, а реальным королем. Да и помните, Realme 6, мы сделали первый обзор на него, и почему? Потому что он нам больше понравился, чем 6 Pro, и вот опять-таки мы ждали обновления. Блин, как мы сидели и ждали, но когда обновы придут для того, чтобы хоть что-то здесь исправить и расхвалить этот гаджет, но не совсем получилось. Итак, давайте переходим к своему смартфону. Опять-таки это будет опыт использования, реальный опыт использования. То есть мы покажем нюансы, которые, скорее всего, вам не расскажут. А если ТТХ опять-таки прочитать, то, может быть, другой был бы обзор. Но, кстати, Realme 6 мы будем разыгрывать. Условия там очень простые, они все в описании, участвуйте в этом конкурсе. Проходимся, как всегда, сначала по комплектации. Как бы все стандартно, и пленочка зашибись, и у нас в комплекте 30 ватт, это очень классно. И чехол крутой. И вот этот, друзья, чехол. Казалось бы, блин, круто, что у тебя есть в комплекте чехол, но у меня к нему жуткая претензия. Как бы в Realme 6 это тоже проявлялось, но здесь вот почему-то как-то по-особенному я это заметил. Потому что его края очень сильно заходят за экран, и это плюс. Вы не разобьете дисплей, на котором уже есть пленочка. Но если вы хотите смахнуть, допустим, и с игры выйти на рабочий стол, блин, вам нужно реально этот чехол отгибать для того, чтобы произвести эту манипуляцию. Блин, меня это просто раздражало. Так что учитывайте, покупая Realme 6 Pro, вам нужно будет, скорее всего, заказать еще дополнительный чехол. Либо используйте канцелярский ножик и как-то вырезайте это. Ну, ладно, это уже лайфхаки. Так, корпус. Он, конечно, оправдывает приставочку Pro, потому что у нас здесь Gorilla Glass сзади вместо пластика в простой шестерочке. И спереди уже Gorilla Glass 5, не Gorilla Glass 3, как в шестой модели. Это очень важный момент, потому что вот как бы бюджетность проявляется, да, в шестерке, что там Gorilla Glass 3. Но многие в интернете скажут, что Gorilla Glass 3 будет лучше, чем Gorilla Glass 5. Ах, теории заговора продолжаются, как и поджигают 5G станции у нас в Британии, потому что они распознаняют коронавирус. Ну и размер. Сравнивая шестерочкой, как бы небольшое отличие в дисплее. 6,6, 6,5 дюймов. Но при этом всем компактность смартфона Realme 6 гораздо лучше проявляется, когда вы держите ее в руке, потому что это реально лопатка. Лопатка серьезная. И, по сути говоря, этот смартфон является мультимедийным гаджетом. И здесь уже, кстати, 200 грамм. Наверное, если бы не пластиковая окантовка вокруг своего смартфона, то было бы и 210. Ну и ясное дело, пару слов о сканере. Хотя мы вообще думали об этом не говорить, так как здесь все стандартно. Он просто моментально. Вот быстро работает. Физический сканер сбоку. И, друзья, градиентик. Я сейчас буду показывать ему в проводочке. Блин, это молния зашибись. Это просто красотень. Я когда с представителем магазина общался, девушка она, и она очень любит красивые разные, разнообразные вот такие всякие элементы. Она просто кайфовала от этого. Честно, я тоже кайфанул, хотя я понимаю, что это все маркетинг, но здесь эта молния прям-таки флэш какой-то. Блин, красиво. Ну и сам экран. Что я могу про него сказать? Ясно дело, IPS-матрица. У нас двойной вырез по две фронтальные камеры, которые хоть как-то оправданы, в отличие от того же Redmi K30. Строка состояния размещена симметрично к вырезу. Ну и, друзья, 90 Гц. Это кайф. Это кайф, потому что ты его реально получаешь в смартфоне, когда у конкурентов этого нет. Ну, просто нету. Найдите мне одного конкурента за эту сумму, у кого есть 90 Гц. 120 есть. Блин, я сейчас ошибся, друзья. Ну, у нас все как бы не по сценарию, но при этом у нас K30 есть. Но я его не считаю смартфоном, потому что там говно дисплей. Я бы эти 120 Гц никогда бы не использовал. А здесь дисплей нормальный и хороший. Это отличный IPS, как и в Realme 6. Она мне нравится. Но, кстати, есть один маленький программный баг. Этого, опять-таки, мы не покажем, потому что камера не показывает вам герцовку. Иногда в прошивке отключались 90 Гц в тех местах, где не должны были отключаться, а потом бац, включаются. Включаются, выключаются. Включаются, выключаются. Но про ПО мы чуток позже. Маленькое уточнение. То есть не просто в каких-то приложениях отключалось, а отключалось в приложении и потом не включалось на рабочем столе, там, где должно было включаться. Пока не перезагрузишь смартфон или не перезагрузишь приложение. Ладно, сейчас все расскажу. Ведь нужно еще вернуться к экрану, друзья. К нему претензия есть. Вот не знаю, с чем это связано, но если сравнивать с другими дисплеями, Redmi Note 8 Pro или какой-то другой смартфон, берешь белый цвет, опять-таки не знаю, камера покажет это или нет. В 6 Pro есть некий красный оттенок. Может быть у нас экземпляр такой, потому что это все предрелизное. Но как бы есть некоторые претензии, я обязательно ее озвучиваю в опыте использования, как же без этого. К слову, многим может не понравиться, что в Realme 6 и 6 Pro нету датчика уведомлений. В принципе, при опыте использования я особых проблем не замечал, но мы все знаем, что в LG, в IPS-матрице, есть в OS-on-дисплее, но это, блин, более дорогая технология, здесь, ясное дело, ее нет. И теперь переходим к ПО. Друзья, я в прошлом видео хвалил Realme 6, Realme, Realme, как один хейтер сказал, Realme, Realme 6 за то, что очень он хорош вообще, оптимизирован отлично. И серьезная проблема 6 Pro в том, что есть много фрезов. Я не назову баги и лаги именно фрезы, связанные с самой оболочкой и прошивкой, те же 90 Гц, которые вырубаются. И когда ты пользуешься этим смартфоном, ты просто вот менюшку открываешь, она может тебе зависнуть. Где-то еще что-то может зависнуть. Третье, четвертое, перечень может быть очень большой, но, знаете, есть несколько догадок. Первое. МТК. Эта компания серьезно хочет продвигать свои процессоры. МТК. G90T, который в шестерочке стоит. И я думаю, что они реально вкладывают деньги в оптимизацию ПО. Вспомните, кстати, Redmi Note 4 на МТК тоже. Как там все глючно было, потому что сама компания Xiaomi занималась оптимизацией ПО, а Xiaomi не умеет заниматься оптимизацией ПО. Здесь у нас 720G. И, знаете, вот во всех моделях, которые мы видим, а Snapdragon 700 серии, он не очень себя хорошо проявляет. Mi 9 SE у нас, Mi 9 Lite. Вот эти смартфоны как-то себя неадекватно чувствовали. Какой у нас на 730? Mi 9T тоже уже долгое время. K30, полное дно. Вы понимаете, вся 700 серия как-то неадекватно на многих смартфонах себя показывает. У нас еще был какой Ирина? Ирина 2, да? Да. Ирина 2. Нет, он все хорошо. Там были баги. Помнишь, кедр к нему придирался? Ладно, это мы сейчас уже начинаем в лайфер-шиме разговаривать. Нет, друзья. Но реально, 700 серия как-то неадекватно себя показывает. И МТКшка, опять-таки, я уверен, на 80%. Они вливают деньги в программное обеспечение. С одной стороны, это все придирки, которые можно как бы упустить, учитывая то, что смартфон у нас предрелизный. Но вот, вы понимаете, им не так приятно пользоваться, как шестеркой. Вот не так приятно пользоваться из-за того, что у него есть баги. И продолжаем ЭПО. Когда я смотрел обзоры, я не помню, или милоязычные, или наши обзоры, на 6 Pro, многие говорили, что он просто красавчик по автономности. 720G, 8 нанометров, 4300 мАч. Но вот, знаете, практика показывает. Даже вот мы элементарные тесты провели. Я сейчас вам просто зачитаю данные, которые сейчас появляются как таблица. Mobile Legends, друзья, 28% за час игры. Это очень много. Это очень много. Час просмотра YouTube, 12%. За полчаса съемки 4К, 13% ушло. Цифры, друзья, просто жесть. И Realme срочно нужно обновлять ПО, которое мы ждали 2 недели. Нету его. И при этом у вас не получится 7 часов работы экрана в течение суток. Если так посмотреть на опыт использования, то к вечеру оставалось приблизительно 30%. Но учитывая, что у нас карантины сейчас, у тебя не получается его реальной жизни так использовать. Походите ты с ним, штраф 17 тысяч гривен тебе влепят. Но при этом все, как бы в конце дня нужно его заряжать. Полутора суток может хватать, но, блин, Realme, пожалуйста, займись ПО. Потому что именно вот к ПО у меня больше всего претензий сейчас. И это, кстати, один из тех фактов, которые я говорил, что это Redmi Note 9S. Ведь ПО в Xiaomi всегда говно. Вот точно так же почему-то и здесь. Вот он, живой Redmi Note 9S. Но благо 30 ватт спасают реально 65%. 65% за полчаса. Это офигительно. В более-менее бюджетном смартфоне, ну о цене мы чуть позже поговорим, иметь такую зарядку. Я уже ничего не говорю, потому что это уже must have. И BBK просто рвет всех. Обратите внимание, они несколько лет тому назад вливали большое количество денег в свои разработки. И они добились того, что даже в бюджетном сегменте у нас есть супер быстрая зарядка. Кстати, один недочет. Я вижу, что на глобальный рынок сейчас поступают у нас смартфоны версия 8128 гигабайт. И я считаю это недостатком смартфоне, так как, в принципе, у людей нет выбора взять 64. 6.64. Я думаю, небольшой недочет, который в будущем компания Realme решит, поставив просто 6.64. В той же Индии они есть. Ну и о играх ничего не сказал, друзья. Хоть и мы критикуем сейчас 720, вот эти фрезы есть, и баги какие-то некоторые, но в играх все хорошо. Вот, допустим, K30, который у нас есть, у него тоже 730 стоит, 730G даже. И там реальные фрезы, там просадки FPS, там неоптимизированное ПО даже под игры. Здесь все хорошо. Вот две недели использования смартфона, никаких проблем не было замечено, кроме вот багов ПО, о которых я уже сказал. Но давайте переходим к камерам, и здесь я не просто хочу какие-то сначала вам сравнения показать, а живые фотографии, которые я сделал вот в ежедневном использовании. Первая фоточка вам, и это обычная багета, которая сделана, ну, в домашних условиях. Не самое лучшее, кстати, освещение. И, в принципе, по ошибкам никаких проблем нету, может быть, мелочи где-то выскакивают, но, опять-таки, за эту цену 6 Pro красавчик. А вот при хорошем освещении уже есть множество деталей. Да, опять-таки, ошибки есть, но волосы, может, где-то не там обрежет, не там ручку тележки он ровно вырезал, но цветопередача просто шикарная. Шум в кадр не лезет, и это отлично. И да, как я говорил, у нас здесь две фронтальные камеры, как бы есть ширик, и основная, и это реальный ширик. Не как в Samsung S10, который, я помню, что говорили, кричали ширик, а там основная камера, которая просто берет чуть шире угол. И здесь, на самом деле, качество на ширик, ну, так себе. Это, знаете, просто так вот вам сделать фотографию при очень хорошем освещении ваших друзей, чтобы больше влезло. При плохом освещении вы не получите уровня Pixel 3 XL точно, 100%. Так, ну и обычные локации, ясно дело, мы не забыли. Мы, кстати, это сравнение в P40 Lite показывали, и тот смартфон X являлся 6 Pro. Спасибо тебе, подписчик, что ты правильный комментарий написал. Но, друзья, здесь K30 оказался, как бы, лидером, но 6 Pro держится очень хорошо. То есть, по сути говоря, он своего конкурента P40 Lite кладет на лопатки на раз-два-три. Ну, а вот вам вечерняя локация. При слабом освещении K30 уже не может похвастаться никакими своими преимуществами. Больше всего деталей, кстати, на Realme 6, который сделал все фото фиолетовым. Но K30 правильнее всего передал цвет машины. Ну, а вот если делать кроп неба, то Realme 6 Pro показывает лучше всего переход света. Да и в целом, кажется, он очень стабильным в этой локации. Теперь, начиная локации, здесь я хочу сделать отступление. Мы накатили Google камеру на Realme 6 Pro, но у нас мод идет с Realme X2, ведь мода под 6 Pro еще нету. Короче, смотрите результат. Больше всего деталей, что с Google камеры, что на стоке в Realme. И он показывает по сравнению с K30 просто классный результат. Ведь Xiaomi сделал ужасное мыло, но по цветопередаче проблемы у всех. В Xiaomi и в стоке Realme все сделало, а он, знаете, одного цвета. Google камера пытается хоть как-то вытянуть правильные цвета, но соглашусь, вечерняя локация с таким освещением пока самая тяжелая для всех производителей в этом ценовом диапазоне. Так, и сравнение видеосъемки, а также записи звука с Redmi K30, его прямым конкурентом. Сейчас тут не совсем темно, поэтому можно проверить стабилизацию. Также фокусировка как работает. Так. Ну, на Redmi, кажется, картинка, по крайней мере на экране, ужасно вообще трясучий. Ну и, что ж, пробежка. Теперь коротко про звук. Мультимедийный динамик. Он здесь не такой, конечно, как в P40 Lite, но очень хорошего качества. И я могу, в принципе, его похвалить, знаете, четверочку такую твердую ему дать. Если мы говорим про звук в наушниках, то мне настроек звука не хватает. Нет яркого завала в какие-либо частоты, но при этом детализации, в общем-то, хватит многим. Тоже четверочку твердую можно поставить. А напомню, Redmi K30 и Redmi Note 8 Pro по звуку просто шикарные. Я им ставлю пятерку. Что можно сказать, друзья, в итоге? Однозначно, смартфон сбалансированный, очень классный. Есть проблемы, связанные с ПО, которые в любом случае будут решаться. Но, знаете, цена. Когда мы буквально вчера узнали цену официальную 330 долларов с работающим NFC, вот что очень важно, в этом смартфоне реально работающий NFC, то мы как бы ужаснулись, ведь очень дорого. Конкуренты P40 Lite, Samsung K51, Redmi Note 9S без NFC, хотя его нельзя сюда включать как конкурент. И, знаете, как бы, казалось бы, дорого, но ты смотришь на конкурентов, а, блин, а нифига нормального нету. Huawei мы знали, мы его разобрали полностью, он не подходит. Ха-ха-ха. Ха-ха. Когда начал говорить про Huawei, свет выключили, это бы просто так. Samsung, друзья, лагучее говно, которое, ну, извините меня, я не могу его советовать людям покупать. И вот если мы говорим вот на рынок и конкурентов, на белый рынок, на те смартфоны, которые вы можете купить официально, с гарантией, и не пробую рынок на OLX или где-то там на Авито, то однозначно Realme 6 Pro классный вариант. Только, пожалуйста, Realme, дотяни ПО. X2, кстати, Realme X2, тоже там были проблемы у нас по камере, мы их не замечали, но потом пришло обновление, и все решилось. Хотя у него сейчас не самые лучшие показатели по автономности, блин, Realme, не подведи, пожалуйста, дотяни ПО в 6 Pro, и тогда просто-напросто, друзья, непростой какой-то очередной король, а он реально будет королемкой за свои деньги. И учитывайте, сейчас на старте продаж завышает немного цены. В последующем они упадут долларов на 30, на 40, особенно если у нас выйдет на рынок Redmi Note 9S, хотя, блин, он не является конкурентом, нету NFC, но однозначно цены упадут, особенно под акцией. И вот за 250, 260, 270 долларов, официально с гарантией, мне кажется, это очень хороший вариант. Короче, вот такой был опыт использования с дегтем, с медом. Я надеюсь, вы выбрали для себя все самое интересное, самое лучшее. Спасибо за просмотр и пока.